Приветствую вас, друзья! Мы с вами в Краснодаре и сейчас поедем в город Кореновск к моему другу Геннадию. Он, так же, как и я, любит летать и является учредителем Федерации планерного спорта Краснодарского края. На днях он мне позвонил и сказал, что собрал у себя в гараже дома настоящий авиатренажер, авиасимулятор. Ну и, естественно, мне стало интересно и сегодня мы с вами поедем его тестировать. Деночка, выходи! Мы знаем, что ты дома! Удобряю! Так, Гена, давай, показывай нам. Хватит убирать снег. Показывай, где у тебя тут. Я дорогой, я для тебя, вот, видишь, расчищаю здесь все. Какой молодец! Гена, самый гостеприимный человек в городе Кореновск. Да, когда люди ко мне с коньяком, я всегда гостеприимный. Так, гараж. Вытирайте ноги. Гараж. Вытирайте ноги. Заходим. Офигеть! Это что за агрегат? Инжепланетный корабль. Это пепелац. Какая инженерная мысль! Давай теперь. Что-то он тут двигаться начал. Вот теперь надо ключик повернуть на старт. Я знаю, что без ключика. И нажать секретную кнопку. Так, мы запоминаем. Вот. И закрыть обязательно. Сейф. Что-то тут начинает загружаться у нас. Пароль. Это важно. Набери еще раз, мы не успели. Я так понимаю, что вот это корпус от планера. Правильно я понял? Да. Это спасибо авиастроителю. Сподвигнул нас. Подарил нам заготовку планера. То есть, получается, настоящий планер. Отрезал ему пол фюзеляжа, да? Правильно я понимаю? Или нет? Нет, это был не настоящий планер. Это была заготовка планера. Личинка, можно сказать. Показывай, что у нас здесь есть. Здесь сиденье еще не доделано. Не смотрите. Оно фиолетовое. Не планерное совершенно. Вот. Чуть-чуть попозже будет нормальное сиденье. Синее, голубое. Так, значит, здесь у нас штурвал управления. Рассказывай про эти рычаги. Это копия планерной кабины. Вот. Старались сделать органы управления похожими. Немножко, чтобы имитировать посадку и органы, рычаги управления. Вот это управление закрылками. Оно еще чуть-чуть не доделано. Это сменная планка под разные планера. Здесь будет прорези, где будут закрылки фиксироваться, как на настоящем планере. Осталось только, в принципе, это сделать. Это сменная штука. Вот это у нас интерцепторы, то есть воздушные тормоза, airbrakes. Вот это триммер. Вот это у нас выпуск шасси, отцепка. Вот дополнительная кнопка слива балласта, если нужно, или ее можно задействовать на что-то другое. Так, ну тут родненький планер наш АС-4, да? Тебе, наверное, педальки пододвинут. Не, не, нормально, отлично вообще. Нормально, да? Да, да, я покажу педали. Они перемещаются. То есть здесь у нас полностью узел педальный, как на настоящем планере. То есть вот это все у нас, держи, получается все сделано, как на планере, для того, чтобы, если человек учится летать на этом тренажере, после него он сел в настоящий планер, и, в принципе, для него ничего не изменится. Все ручки находятся там, где должны находиться, и все те же манипуляции. Только вот так, вот, да, вот ручка. Ну, давайте взлетим. В том же Вену, Вентусе. Взлетим? Ну, да, можно взлететь. Заказывайте местность. В каком броне мира мы хотим? Кавказ, конечно, Кавказ, ты спрашиваешь. Окей, Кавказ. Ого. То есть вот эта специальная камера отслеживает положение кепки, и тем самым я могу смотреть, как в реальном полете вправо, камера поворачивается вправо, в вид точнее. Вверх, вниз тоже. Вверх. И ты могу. Я надеюсь, что нет. Все, готовы, полетели, давай. Так, а где у нас аэродром здесь? Под тобой. Около горы где-то. Около горы где-то вообще плохо видно здесь. Даже Доргас, он где-то вот сзади тебя. Так, надо выбрать, куда садиться. Вот, наверное, на русло реки вот сюда вот сядь бы. Все, садимся. Садимся прямо вдоль реки. Посадка будет жесткая, наверное, сейчас у нас. Вот заодно и проверим платформу. Шасси. Да, я понял. Обалдеть, я чувствую, как я качусь. Виталий, краш. Это же 200 тысяч евро. Как так? Планер стоит. Я прям чувствовал, как бы у меня крыло отвалилось. Дай его пробовать. Обалдеть. Это вот единственный вариант, когда можно себе позволить разложить планер стоимостью 100 тысяч долларов, наверное, да? Больше. Да попробуй. Конечно, я тебе дам попробовать. И второе крыло. Я чувствую мы сейчас, когда отсюда будем уезжать, Гена нам счет выставить за вот эти планера разбитые. Ну, первые впечатления, я хочу сказать, давай пока свежо в памяти. Во-первых, когда я полетел, первый же крен, я прям почувствовал, как вот это вот чувство невесомости, как в реальном полете. Ну, и на посадке садился вдоль реки, получается, на такую хабистую местность. Прям реально, прям чувствовалось, как я качусь. Ну, и когда уже крыло отвалилось, прям, даже, наверное, я почувствовал, как крыло отвалилось. Прости, Гена, я не хотел. Итак, друзья, я пролетел в открытой кабине. Сейчас Алексей полетит в очках виртуальной реальности. И интересно будет, что он скажет. Вообще меня не укачивает? Сейчас проверим. Я надеюсь, так будет всегда. Вот эти потряхивания прикольные. Турбулентность, да? Да, какая-то турбулентность чувствуется. Вот ядро потока. Да, слушай, вот это мне нравится. Да, ощущения потока классные. Мне нравятся. Вот-вот. Сначала я думал, не знаю даже, что здесь похвалить, а вот теперь я точно могу сказать, что потоки крутить очень круто. У тебя добавляется и небольшая перегрузочка. Ты чувствуешь, что ты в крене, и ты чувствуешь, что у тебя нос падает иногда. Когда начинаешь крен слишком большой держать без перегрузки. И вот это вот ощущение близости к облаку, оно реальное. Расскажи, почему вообще у тебя появилась мысль сделать этот проект? Ну, потому что мы занимаемся виртуальной реальностью как средством, которое привлекает народ в наш спорт, помогает ему развиваться, обучает быстрее. И мы начинали просто с программных обеспечений всяким. Кондора, Microsoft Flight Simulator. Создали свой портал, который обслуживает тренировочные полеты. Теперь у нас дважды, трижды в неделю четко происходят полеты. У нас своё сообщество, свой портал, где мы разбираем, публикуем задания, летаем, анализируем, учим. У нас есть группы в WhatsApp и в Telegram. Просто это аппаратная часть уже логической развития этой темы виртуальной. Потому что она очень сильно помогает пилотам развиваться. Практически скорость набирания опыта, каких-то базовых знаний, и не только базовых, с помощью таких средств она очень сильно ускоряет развитие пилота. Поэтому, естественно, мы попытались сделать какую-то платформу. Мы экспериментировали и поняли, что нужно делать такую мощную, полноразмерную кабину с хорошей визуализацией и так далее. Поэтому вот и смонтировали её за год. Актуальный вопрос на сегодняшний день. Много ли здесь импортной составляющей? Как вообще здесь собрано? Программное обеспечение? Больной вопрос. Товарищу Монтурову, привет. Больной вопрос. Здесь, кроме нашего математического русского аппарата, всё остальное импортное. Слава Богу, Китай нас спасает. Но последние 20 лет в мире очень сильно развивается микроэлектроника робототехники, приводов, сервоприводов. Практически сейчас это немыслимо, промышленность без использования этих средств. И поэтому выбор огромный в мире всяких приводов, программного обеспечения, которые обеспечивают движения всякие различные. Можно что хочешь. И шагающие роботы сделать и так далее. Поэтому мы взяли решение стандартное, достаточно распространенное. Для чего? Для того, чтобы в случае какой-то неисправности или поломки можно было быстро восстановить эту тему, а не изобретать там свой велосипед или заново что-то делать руками. Это в условиях, когда тренировочная база должна работать, а не ремонтироваться. Это важный параметр. Поэтому мы старались буквально все девайсы, компоненты, которые здесь, они стандартные. Начиная от органов управления. Хотя можно было сделать и свое, оригинальное. Но это сильно снижает ремонтопригодность этой техники. А так, ну что-то сломалось, пошел купил, поставил, дальше работаешь. Все. То есть детали все обычные, простые, так скажем. Пошел, купил. Ну кроме кабины. А кабину мы выклеили сами. Вот спасибо авиастроителю. Он нам дал заготовку, болванку. Мы ее обклеили стеклотканью. Вот. И начинили просто уже. Ты уже сказал, год ушло, да, на создание? Ну да, но это же не основная наша работа. Мы это делали в гараже и с помощью выходные дни или в свободное время. После работы. Если вдруг будет задача сделать еще, ты бы мог еще сделать такие вещи? Ну, к сожалению, у меня со временем напряженка. Основной бизнес и семья требуют внимания. Поэтому я могу в данном случае, я удовлетворил свои инженерные амбиции. Я могу консультировать. Вот. Но делать еще я бы, наверное, не хотел бы. Просто помочь, да. Насколько я понял, здесь самое сложное, это было сделать программу, математику. Вот это вот. То есть управление, привязать ручку к движениям. Правильно я понимаю? Ну. Мы ее сделали вы сами. Эта задача изначально, когда мы подошли к этой теме, не стояла. Дело в том, что существует и в этом плане математического аппарата, существует предложение на рынке. Даже два, бесплатных. Бери и пользуйся. Специальные программы, которые транслируют данные с симулятора любого, преобразуют их в те данные, которые понимает привод. Вот. И уже он и управляется. Но мы столкнулись с тем, мы даже не думали, что эта проблема станет. Мы столкнулись с тем, что эти программы, они просто неудовлетворительно работают, мягко скажем. Вот. Специальные плагины там для этих Кондора там разрабатывались. Мы их попробовали и так и сяк, настройка, но она нас не удовлетворила. Может быть. Ощущение. Или из-за того, что мы реальные пилоты. Да. Вот из-за этого. Соответственно, мы не смогли добиться того, чтобы нам приходило на тело ощущение, какие мы испытываем в реальном полете. Вот то, о чем я говорил, когда я полетел, я это сразу почувствовал. Вот. И вот. Да. Тогда пришлось, конечно, заняться этой проблемой отдельно. И тут вот пришлось математический аппарат свой, собственно, разрабатывать. Слава Богу, друзья, которые около летные наши и летные, да, они все помогли. Вот. Сергей Тихонов, в первую очередь. Женя Фомин, я. Вот мы это дело разработали буквально за пару месяцев довели. В чем интересные вещи происходили в процессе этой разработки. Мы добавляли там определенные параметры, которые обсчитывали, а потом, но все равно не находили удовлетворения. И потом поняли, что сымитировать, ну просто имитировать тупо, грубо говоря, какие-то движения, хоть и быстрые, да, не стоит. То есть вперед, вперед. Мы заметили, что человеческий организм реагирует интересным образом. То есть, допустим, ускорение вверх подкинуть, достаточно начального импульса дать, начального. И уже организм начинает понимать, что происходит. Потому что платформа имеет ограничения по своим ходам. Вот. Мы не можем бесконечно вверх подниматься на ней или бесконечно вниз, да, как планер это делает. Но сымитировать ощущения оказалось реальным. И мы сосредоточились на этой теме. И удалось это немножко подогнать под то, чтобы организм очень четко реагировал на эти импульсы, которые мы даем. Мы их усилили, вот, специально обработали и, как бы, заставили платформу двигаться вот так, чтобы вынесло с гармонией со своим телом пилота, грубо говоря, с ощущениями. Ну вот, вот это вот очень важный момент, что многие, может быть, там скажут, что да что там, купил запчасти, там, да собрал. Друзья, самое сложное, самое важное – это управление, это мозги, это программа, которая все вот это вот связывает вместе. И я очень горд, что именно эту математику, эту программу сделали наши ребята. Поэтому это основное. А безысходности? Ну а что делать? Скажи, где вообще ты планируешь размещать этот тренажер и в целом его дальнейшую эксплуатацию? Ну мы бы хотели, чтобы он использовался максимально эффективно, а это нужен большой клуб, который занимается и детьми, и вновь прибывающими, и развитием пилотов, которые уже летают, да. Потому что этот тренажер ярко помогает новичкам освоиться, особенно на аэродроме, когда ты не имеешь возможности летать много в реале, а надо, новичкам нужно налетывать, да. У тебя есть возможность закрепить эти навыки, визуализацию, привязку к местности на тренажере. На самом деле эта практика, она очень мощно используется даже в гражданской авиации, то есть работа на тренажерах пилотов линейной авиации, которые обслуживают гражданский флот транспортный, да, она обязательно, обязательно. Потому что она реально помогает и ускоряет обретение каких-то навыков и умений пилотов. Здесь то же самое. Отработка в нештатных ситуациях, да, 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 да. То, что ты не можешь себе позволить в жизни сделать, как я, например, сегодня планер развалил. Поэтому, да, здесь безопасно, можно эти вещи повторять много раз, пока не дойдет в голову, какие ошибки ты совершаешь. Ну, если еще при этом инструктор будет работать с этой платформой, вообще будет хорошо. Поэтому это клубная вещь, это явно не для дома, не для личного пользования, это бессмысленно. Вот. А вот в клубе оно бы очень хорошо прижилось. И федерацию мы хотим, чтобы федерация либо федеральная, либо какая-то региональная, вот эту платформу могла использовать себе. Вот. Мы сейчас всем предлагаем, и кому оно больше всего понадобится, тому и отдадим. Я думаю, что мы сделаем так. В описании под видео я напишу, будут постоянно поддерживать актуальную информацию, где в данный момент находится этот тренажер. То есть, допустим, вот в конце этого месяца мы с Геннадием поедем в Москву и будем там на выставке. Это я все тоже напишу. Где дальше потом будет находиться, мы также сообщим дополнительно. И надеюсь, что этот тренажер будет служить на благо нашего спорта и нашей страны. Скажи несколько слов для наших зрителей. Служу России. Ура. До встречи, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok